Давненько мы что-то на велосипедах не ездили, пора это исправить. Отправляемся в Селиваново, где находится крупнейший карьер в нашем районе. Туда люди приезжают, чтобы покупаться и половить рыбу. Мы отправляемся туда впервые, посмотрим, что за место. И если нам понравится, то будем ездить туда еще, чтобы поймать там рыбку. Отправляемся втроем, проехать предстоит больше 30 километров в одну сторону, потом обратно. И еще вдобавок у нас появился медведь, поэтому обратный путь предстоит через его местообиталище. Главное, чтобы он нас не напал и не сожрал. В случае чего, если что, эту запись вы найдете и обнародуйте. В 25 лет у нас Степана сломался, поэтому он отжал у сестры. Стелл Смитс, зацените, это просто девичья стройность, девичья стройность. Проехали 11,8 километров. 11,8 километров, температура где-то плюс 30. Треть пути позади. Остановились вот здесь на горке полюбоваться видами. Очень красиво отсюда открываются. Жаль, только поля не косятся. Так бы еще красивее были. Зарастает все потихоньку. Все пока хорошо, все нормально. Вроде пока без предшествий. Продолжаем путь. Осталось еще до города чуть-чуть. Потом свернем на сторону уже Селиваново. Дорога для велосипедиста хорошая. Для велосипедиста хорошая. Если бы у горок поменьше было. У нас подъема всего лишь было 250 метров. Примерно такая дорога лежит практически по всему нашему пути. Иногда хуже, иногда лучше. Вот эта вот залзая середина. Лесок тут очень хорошо. Тенек хотя бы небольшой есть. А там ехали по полю. Я думаю, я приду домой. У меня все руки будут обгоревшие. Потому что все время ехали по солнцу. Проехали уже 20 километров. Дорога шла в лесу. Дорога в целом нормальная. Но за исключением вот этих вот луж. Которые нам приходилось постоянно объезжать. Но хочу заметить. Благодаря тому, что по этой дороге не ездили лесовозы. Она сохранилась в хорошем состоянии. И мы можем спокойно на ней ехать по велосипеду. Фактически без препятствий. Опять же повторюсь, если не считать вот этих луж. Вот здесь уже в далеке видна трасса. На которой мы скоро выйдем. Не знаю, передаст камера или нет. Машину там есть. Но нам надо еще по лесу чуть проехать. И выйдем на нее. На этот раз ты нашу задачу спасти. Передаю сестре спасибо за велосипед. Передаю сестре спасибо за велосипед. Он его помоет обязательно. Да, я его сейчас на вымыл. Он весь просто засран. Он весь. Пиздет. Как лысины на солнце. Как твои ножки? Ножки прекрасные просто. Оцените их. Мой рост 184 где-то. Он примерно полтора-два раза выше. Два раза больше чем. Деревые тропы. Серный тропы борщевик растет на выезде. Степан получил чуть не получил ожог. Но вроде не получил. Надо все здесь. Сейчас продолжаем путь. Продолжаем путь по трассе. Мы находимся на поле памяти, который в свою очередь находится в Красном холме. Здесь установлен трактор в качестве памятника, поскольку работники этого совхоза, трактористы, принимали участие в Великой Отечественной войне, о чем вы можете прочитать на вот этой табличке, находящейся прямо перед трактором. Много стоп достаточно. Да и вообще очень красивое место здесь. Ухоженное место. Приятно здесь видеть, что люди не забывают его. Напротив находится часовня. Сейчас посмотрим, закрыто или нет. Здесь гербиская леточка, держится ружа магазин от СВТ. Ну, коробка магазина. А также, также принесли ему музыкантам государственного духовного оркестра СССР, погибшим в Вельмском котле. Фотография. Горн. Приходи, отец. Слышишь, мазь звенит. Приходи, отец. Виде стол накрыт. На столом сидят дочки да сыны. Приходи, отец. Приходи, отец. Приходи, отец. Короче, мы сейчас приехали на Селивановские карьеры. Смотрите, это пейзажи Техаса какого-нибудь. Да, это карь какой-то, я не знаю. Обратите внимание, какие тут расщелины. А я не скачусь вниз сейчас. Обратите внимание, какой тонкий выступ. Он обрушается. Размером с него. Он, гений, пошел кататься. Ура! Мы наконец-таки добрались до легендарных Селивановских карьеров. Вот это все было карьер, теперь это озеро. Мы можем насладиться сейчас купанием в этом озере. Вода бирюзового цвета. Надеемся, что она чистая. Здесь сроков никаких нету, по идее. То есть, она и грязная, ничего. Единственное, надо быть аккуратным, потому что тут много людей отдыхают. И мусор сами, понимаете. Мне кажется, на том берегу он чистый будет. Какой-то с горы. Карьера. Мы проехали 32 километра на велосипедах, чтобы искупаться в этой лазурно-чистой воде. Вон, двое уплыли. Почти доплыли до того берега. Там, по-моему, берега должны быть почище. Тут тоже, в принципе, берега чистые. Тут немножко люди отдыхали, не убрали. А так, в принципе, вода заходишь чистая. Тут песок немного. Дальше чистота. И вода теплая. Очень теплая. На Чили. На Ростовоне. Надо прожарбоваться. Подожди. О! 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 На маленьком плоту Сквозь бурь и дождь и грозы Взяв только сны и грезы И детскую мечту В общем, какой вывод можете сделать из нашей сегодняшней поездки? Разведка, можно сказать, пошла успешно. Мы нашли шикарное озеро, на котором почти нет отдыхающих. Из-за того, что он расположен в труднодоступном месте. Хотя отдыхающим, да, присутствует в Афганистане. Палтика. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok